Привет! Сегодня будем разбирать музыку из Gravity Falls. Итак, версия для начинающих, либо для тех, кто только хочет научиться играть и выучил ноты, как они располагаются и хочет сделать для тебя что-то интересное. Вот, значит так, я сыграю вам от начала до конца в таком среднем темпе, а затем мы уже разобьем наше произведение на части и будем каждую часть смотреть правой рукой, левой рукой и соединяем две руки вместе. Ну что, пробуем! Субтитры делал DimaTorzok Итак, вот у нас получилась такая мелодия. Начнем мы с правой руки. С правой руки и посмотрим с вами вступление. Вступление выйдет в которое? Вот это вот у нас. Что называется? То есть у нас есть вступление, первая часть, потом вторая часть. Это у нас будет вторая часть и третья часть, там где и в этот же конец. Итак, смотрим вступление. Начало правой рукой мы играем вот такие вот нотки. Они у нас повторяются два раза. И второй раз. Следующие. Почти то же самое, только вместо ноттере мы играем на тудо. Запомнили, да? И последнее. Мы смещаем верхнюю ноту на ми, а тут играем додиас. И повторяем четыре раза. Четыре. Итак, еще раз. Раз, два, раз, два, раз, два, три, четыре. Супер! Итак, смотрим левую руку. Значит так, у нас получается. Раз, два, раз, два, раз, два, три, четыре. Да? Вот нотка ре, нотка фа и потом ля. Итак, пробуем занять две руки вместе. Раз, два, дальше. Раз, два, раз, два, три, четыре. Останавливайте и несколько раз прям вы тут играете, чтобы у вас были, так сказать, нотки в пальцах. Идем с вами дальше. Смотрим мелодию. Значит, смотрите, тут я не буду играть отдельно правую и левую, потому что, внимательно послушайте, если мы выучим отдельно правую и отдельно левую, потом здесь будет очень сложно сидеть две руки вместе. У меня была ученица, и мы с ней, к сожалению, сделали такую ошибку. Вот. После которой я поняла, что именно в этой песне лучше играть две руки вместе. Да, пусть медленно, пусть мы будем так пыхтеть над каждой ноткой, но потом у нас не будет проблемы соединять две руки вместе. Поэтому играю очень медленно и пробуем смотреть. То есть, ну вообще, в принципе, левая рука очень похожа, как и в вступлении. Ре, фа. А, ну да, тут только си, моль и дом. Ну нет, не совсем, похоже, она врала. Ну, чуть ли что-то есть такое. Так, это у нас была все первая часть. Идем дальше. Давайте еще раз сыграем. Дальше. Дальше. Итак, что у нас тут получается? Можете брать вот по этой вот одной связочке, по работе. Еще раз ее сыграй. Еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Дальше. Следующая связка. Супер, красиво. Еще раз ее сыграем. Потом берете первую связочку. И вторую связываете. И дальше третья связка. И четвертая. Красиво, правда? Вот, поэтому, смотрите, берете так вот, маленькими связочками и играете по нескольку разу. И последняя часть. Вот, вот мы с вами и разобрали Gravity Folds. Что я вам могу сказать? Если вы его выучили, попробуйте добавить педаль. То есть педаль будет у нас с каждой левой рукой. То есть ноту мы нажимаем в левой руке. Клавишу. И педаль. Нота в левой руке. Педаль. Нота в левой руке. Педаль. Нота в левой руке. Подняли. Опустили. То есть мы ориентируемся на левую руку. Но, если вы играете и у вас... Вы нажали ноты и вы слышите такую грязь. Как будто вы, знаете, вот кашей по тарелке так размазали. То меняйте педаль. То есть лучше вы лишний раз поменяете педаль, чем будете ее держать. И у вас будет такая вот прям жижа на фортепиано. Поэтому так, смотрите к этому тоже. Если вы хотите научиться играть на фортепиано разное произведение и читать нотки с листа, то записывайтесь ко мне на занятия. Будем с вами этим заниматься. До встречи.